КОРОТКАЯ СТРИЖКА Разделение на женские и неженские профессии Наталья не поддерживает и всеми руками за расширение списка запрещенных профессий для женщин. Сейчас представительницам прекрасного пола недоступно 456 видов работ, по поводу чего неоднократно высказывались феминистки. И вот Минтруд сокращает этот список. Со следующего года женщинам разрешено нести службу на корабле, работать дальнобойщицами, машинистками электропоездов и трактористками. Вот только медики совсем это не одобряют. У нас у женщин лучше развитые процессы адаптации, чем у мужчин. Но они играют не всегда хорошую роль, потому что женщина лучше адаптируясь к каким-то даже негативным условиям, к факторам нежелательным, она остается в этом факторе. А мужчина же, он сопротивляется этим вещам. Почему, возможно, и самолеты, и поезда? Потому что мужчина более хладнокровный, более хладнокровно принимает решения и быстрее выходит из этих ситуаций. Предназначение женщины – выходить, выносить ребенка, а не менять 100-килограммовое колесо на трассе, твердят врачи. Феминистки же в корне с этим не согласны. По их мнению, решение Минтруда не открывает Америку, но легализует то, что уже и так существует. Потому что существуют женщины-дальнобойщицы, шахтерки и разные другие профессии. Но просто это все как бы вне закона, в серой зоне. Поэтому закон хороший, то что эти женщины теперь смогут получать те же социальные гарантии, что и мужчины. Работать в шахте, укладывать асфальтобетон, обрабатывать металлы – по-прежнему эти и сотни других работ для женщин под запретом, но только пока. Некоторые женщины уверены, что скоро и еще четыре сотни профессий станут бесполыми. А вот пользоваться открытыми возможностями или нет, каждая женщина решит сама, какой бы год ни наступил. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.